Герман Стерлингов посетил полуостров, затем он и приехал, что собирается здесь устроить небольшой перформанс и большое мероприятие, я бы так сказал. На прямой связи со студией Лилия, Виджа, доброе утро. Как вы встретили Германа Львовича? Приветствуем вас из Ялты. Сегодня у нас необычные гости из Подмосковья. У нас в гостях Германа Львович, предводитель Российского крестьянского собрания. Вот так. Доброе утро. Приветствую вас. Доброе утро. Ну, расскажите, что вас привело в Крым? Ну, я давно мечтал побывать в Ялте и побывал. И сегодня целый день провел в городе и получил большое удовольствие от того, что увидел. Очень красиво. Очень красивая архитектура, особенно в центре старинная архитектура. Прекрасные дворцы. Идеальный порядок. Порядок прямо как в Люксембурге или Монако. Просто все сверкает. И это, в общем, не каждый российский город может похвастаться с такой частотой, я вам скажу. То, что я сегодня увидел в Ялте. Мы сегодня смотрели по экологии. Там целый ряд вопросов и на окраинах. Там, где уже не такой вид, какой там в центре уже удалось навести. Кстати, удалось навести Ивана Ивановича, у которого сейчас новый мэр. И мы долгие годы наблюдали. Так получилось просто в Белореченске. Я много времени проводил в Белореченске все эти годы. И он был там мэром. И я скажу, что ялтинцам повезло. Вам всем повезло, что у вас такой мэр, который из Белоречки сделал ягодку. То есть город вообще сверкал Белореченск. И сейчас вот он ушел на Ялту. И в Белой речке проблемы. Большие проблемы. И жители вспоминают Ивана Ивановича вообще с ностальгией. Так что я думаю, что... Нам повезло. Да, я думаю, вас можно поздравить с таким мэром. А в Крыму раньше бывали? В Крыму бывали раньше? Я очень давно был в Крыму. И в вашем понимании Крым чей? Вот такой вопрос. Крым, конечно, это российская земля, безусловно. И исторически российская. Но, если более подробно говорить, конечно, это то, что было присоединено к России во времена Екатерины. И когда говорят о том, что Крым украинский, это вообще безграмотно. Потому что и Украины-то нету никакой. Это все такой геополитический современный обман, как нет украинского языка. Так что, когда говорят о том, что Крым может быть украинским, это вообще абсурд полнейший. Потому что просто Украины не существует. Это абсурд. Есть часть России и Украины, и Белоруссии, и Россия. Это единая огромная страна, которая сейчас искусственно разделена операциями спецслужб, которые были проведены за последние десятилетия. И продолжается это. Уже почти история. И продолжается это разделение. Так что, это вообще, чей Крым вопрос абсурден. Ваше отношение к вопросам сексуальной свободы известно. Кому, кроме лиц нетрадиционной ориентации, запрещен ход в ваш магазин? И вообще, в Крыму собираетесь такой магазин открывать? Сексуальная свобода вы называете *** что ли? То есть, вы называете свобода извращения? Вы что, извращенка? Вы как смеете извращение называть свободой? Свободой прекрасным словом. Мерзкий ***. Вы что? И это делаете в эфире. Какой пример вы подаете телезрителям, особенно молодым? Особенно девкам молодым, бестолковым, которые слушают тех, которые постарше вот такой, как вы? И будут повторять, что это свобода. Это грязное извращение. Это люди становятся несчастны. Это люди поганят свои семьи, свои жизни, наслушавшихся всяких телевизионных умников. Это очень опасно. В Крыму хотели бы открыть магазин вот с такой вывеской? У нас магазин не ради вывески, а вывеска для того, чтобы у нас было оправдание перед Богом, что мы открываем магазин в том месте, где довольно много ***. И поэтому для того, чтобы оправдаться перед нашим господином Господом Иисусом Христом, мы вешаем табличку ***. Вход запрещен. Это мы делаем не для вас. Это мы делаем для того, чтобы у нас было оправдание перед нашим хозяином. Что, по-вашему, экологически чистые продукты? Вот в обычных магазинах немало товаров с таким описанием. Вы конкурируете с ними? Российское крестьянское собрание, на первом своем собрании, которое избрало предводителя в 2014 году, я и товарищ предводителя, то есть его заместитель, дало четкое определение натуральным продуктам. Это продукты безо всякой химии и без гомона. Если присутствует хоть какая-то доза химии в продукте, это не натуральный продукт. Спасибо большое за ваше мнение. Ну, коллеги, вот такая у нас беседа получилась. Вам слово. Большое спасибо, Лиля. Вам желаем только хороших новостей, продуктивного рабочего дня.